всем привет сейчас хочу сделать небольшой обзор про астролинукс когда-то давно я негативное видео сделал что здесь совсем все плохо ну сейчас хочу исправить ситуацию сказать что здесь не совсем все плохо в принципе нормально учитывая что этот продукт делается гибербезопасным для того чтобы использовать его в том числе и в государственных военных целях поэтому основной тут недостаток конечно мало пакетов вот и без того же репозитория дебиан так просто не справится ну и некоторые вещи делаются через костыли как оказалось тут устаревшая и java и питон и гид и другие пакеты потому что сам дистрибутив давно не обновлялся и онлайн как бы не обновляется но тем не менее давайте сегодня попробуем про позитив значит тут есть все что надо в принципе для работы вот в офисе тут все основные значит базовые эти программы от либре офис это текстовый редактор неплохой поддерживает всякие кодировки разные но это словарь чтобы там википедии поудобнее смотреть так это я уже свои тестировал доставил электронные книжки делать и pdf файлы или страницам там менять так здесь я использовал firefox хроме у меня скрыл кстати легко вот скрываются приложению например если вам не надо вот этот вот так можно сделать скрытый не показывает точную и он больше не будет вас беспокоить это вот firewall почта кстати почта здесь сделано классно здесь маленький оплет открывается и потом вот здесь видно сколько писем пришло смотрите это его закрою видите не потом тут вот это как бы удобная такая штукенция не хватает во многих вещах такого так но это действительно из стандартного набора идет лучше бит торрент скачать торренты это я уже сам из портативной версии установил это тоже из пакета это короче есть у меня видео как я это сделал что телеграмм и ватсап это синхронизатор чтобы установить пришлось указывать точнее скачивать версию для debian 9 которая оказалась совместима с astra linux в этой программы это для электронного управительства java штука тем визу нормально пошли в графике но в принципе тут действительно все что надо основное заработала изначально это я ничего не ставил кроме вот этого для картинок посмотреть причем плюс в том что картинки тут колесико мышки переключаются стандартно тоже классно так но тут оба студия пришлось ставить тоже необычная стандартная версия там 001 и snap пакетов все остальное это тут было но интересно всякие тут программы камера чтобы записать с камерой детектор движения там даже есть тоже так что тут все птички я сделал они windows ски и через wine под систему ради птичек принципе разбираться как сделать нравится иногда не слушаю так научные но это никто ведь я думаю из нас пользоваться не будет для математики специальной программы но они тут есть игры я ни одну не запустил нет желанием он интересную мобильную программки вот тоже честно сказать интересно никакого нет у меня сразу расстроила например что погода предполагается только для регионов россии а если я живу в другой стране то тут нету это один из недостатков что чисто для россии делается если уж как бы делают ребята универсальную программу то у нас такие но хотя бы к свой город добавить координат его как-то там то получается мне интересно некоторые такие программы тут есть специфические так сделаны так счет от но тут ничего не было это я у тестировать все штуки это работа с гид а вон тут в принципе вот этот фар 2 я установил остальное не знаю зачем надо архиваторе там это все кому-то нам как понадобится тут я пользовался чаще всего терминалом и кстати вот чтобы здесь появились значки видите это я вот так делаю например хочу вот эту штуку так отправить панель запуска появляется но если он не надоест получается удаляю вот так короче а если хочешь свой пункт добавить новые то можно просто правую кнопку добавить пункт здесь пишешь просто именно значок указываешь какой-то либо из файла либо какой попало и тут команда пишешь какую-то свою там не знаю там чем и как бы достаточно до нажимаешь и она там сохраняется вот это удобно тут сделано действительно лучше чем даже ценам он этот так ну в системных тут все что надо и не надо для меня было еще вот не знаю я тут шифроватор по свой поставил дубликаты файлов искать но остальное наверно могло бы когда-то понадобиться вот эти пакеты тоже очень понадобились поначалу для чего я здесь как раз таки и добавил репозитория от дебиана видите с помощью этой штуки сделал поэтому это мне понадобилось иначе бы я вообще нам ничего тут не установил из тех пакетов что тут есть изначально но теперь давайте посмотрим панель управления тут она необычная этой булочки шрифты не знаю зачем это все наверно тут что-то можно смотрите делать вот это мне понадобилось чтобы горячие кнопки подключить которые тут были некоторые кнопки не нужны здесь они мне мешали моему факт 2 л менеджер этому я тогда вот так делал не использовать там типа нажимал на эту дискету мышь я тут действительно ускорение сделал что быстрее работала моя мышка читала тут как-то подключил ну-ка дать 50 делал 50 делается даже скорее не 10 но не знаю может вам незаметно так настройки монитора тут я вообще ничего не делал я вам показываю что блин тире за увидели чуть такое так вот это вот что такое у нас обои меня тут тема вот кстати вот тут интересно темы менять тут всякие значки вот меняются потом тут что-то еще интересного смотрите классическое меню нашел если выбрать смотрите какая же есть получается но прикольно на самом деле как-то так тут все это настраивается вот тут я поменял шрифты тут мелко дня было 9 совсем все мелкого было здесь я это тут короче везде 11 минимум поставил через 10 минут чтобы он заснул экран так тут я особо я ничего не делал кажется так мы пойдем дальше параметры окон здесь можно для каждой программы вот задать специальные нюансы без заголовка что без границ было и так далее вот если кому-то захочется меню пуск это вот то же самое что вот здесь можно сделать это выглядит как отдельно тут утилита на самом деле вы можете вот добавить пункт это чтобы что-то появилась на значок что-то сделать милис файла выбрать и какую-то там команду написать вот так то добавляется можно отправить его например панель запуска вот здесь ну вот появляется видите то можно его удалить отсюда вот она эта панель быстро вода запуска тут тоже можно удалять что-то новое добавлять так раскладки клавиатуры очень важная фишка здесь я значит вот сейчас найду одну штуку вот видите что я тут поменял поставил галочку если вы ее не поставите то когда вы будете например в браузере в адресной стреке что-то выделять но через комбинацию shift и стрелки влево вправо у вас будет место выделения цифра 0 там еще чем поэтому вот это обязательно всегда ставлю эту штуку так тут такого ничего особо интересных принтере установился принтер у меня вот у тебя драйверов тут я ничего интересного не нашел так тут вот что-то интересное видимо но надо разбираться поэтому я только картинки покажу какие-то санкции тут вот так это все выглядит всякие санкции политика безопасности тут можно вам на каждого пользователя установить его размеры на диске и так понимаю в памяти сколько как-то так это короче все выглядит я тут ничего не настраивал много тут наворотили конечно видимо администраторе это все дело потом изменяют политика за ждание ну кого-то тому пользователь ну как-то так тут наворочено в общем системные альтернативы не знаю вообще зачем это кому надо но автозапуск но автозапуск прикольно сделал то есть предполагается что что-то мы уже будем хотеть выбрать и мы тут галочками натыкивается можно новую программу сюда поставить планирующих задач ну тоже хорошее дело что отдельное вы сделали что можно было удобно настроить что там например каждый день там что-то архивировалась еще что-то дата и время но молодцы что хотя бы добавили вот этот часовые пояса все они только российские синхронизации работает когда запускаешь специальную утилиту так она не работала изначально вот систему тут тоже нужно красиво настроить перемены окружения ну тоже не достаточно необычно сделали их можно в этих шел оболочки использовать программах которые вот эти кассаж оканчиваются тут можно поменять когда будет стартовать linux как там это меню первоначально выходит ну тоже не в каждом линуксе есть такое мульти терминальный режим какой-то синхронизация времени но тут я один раз натыкал она он синхронизировалась было вот это конечно мутное такое дело что якобы можно задавать кому какому расширению какой программы открывать ну тут это гораздо проще по-другому сделать вот сейчас давайте тест какой-нибудь сделаем файлов ну вот можно открыть с помощью и тут вот либо выбираешь что предлагается не по можно взять либо изменю находишь где твоя программа тут сидит либо вот это очень удобно можешь сам тут вписать например на сайте он нам питом какой-нибудь найти ее там и потом для нее автоматически создается ярлык но если по умолчанию сделать еще и по умолчанию будет это я так чтоб java программа открывались с решением java написал java и он открывается теперь так обновление что-то никаких не было но это понятно уже несколько лет этот дистрибутив не является инициализация системы ну тут я самым первым делом репозиторий добавлял дебина да где не тут у меня потом делала обновить вот и потом когда там были какие-то обновления отметить все обновления типа и потом применить но обновление как я сказал никаких нет ну заключение могу сказать в принципе если один раз настроить и нет никаких особых потребностей то достаточно удобная штука не хуже ценам он который в linux mint или дебиан а так учитывая что здесь много костылей приходится приделывать за счет ограниченности устаревшим стип пакетов то тут как говорится выбор за вами если надо то пожалуйста принципе пользоваться можно на этом все всем удачи